В прошлой серии мы с вами пробежались абсолютно по всем мирам из моды Divine RPG, а также улетели в космос. Ну а сегодня мы с вами сделаем автоматическую мобо-ферму. А самое главное, что при помощи химии научимся создавать платину. Меня зовут Бочек, и мы начинаем. Существует вот такая молекулярная ферма, которая может мгновенно выращивать тонны ресурсов, которые нам с вами нужны. Ну и давайте создадим это. Но перед этим нам нужно будет с вами накопать немножко песка, душ, воду. В инъекционной плавильне объединить песок души золотой слиток для того, чтобы получить слиток души. Делаем отрабатыватель и сращиватель из эндрайон. И уже в этом механизме мы с вами делаем зомби-контроллер. Из зомби-контроллера мы с вами делаем уже фермерскую станцию. Забираем получается сюда блок управления фермы и пару блоков фермы. Объединяем блок управления фермы, рамку механизма и фермерскую станцию для того, чтобы мы с вами получили молекулярную ферму. В левую часть мы с вами можем положить саженцы, а в правой стороне мы с вами будем получать продукт из этого всего. То есть, к примеру, если я сюда положил сажен с гивей и сажен с дуба, то я с вами получаю древесину гивей и также латекс. А вот почему-то дерево я не получаю. То есть, по факту, чем будет больше энергии поступать в эту штуку, тем быстрее она будет вырабатывать нам продукт. Ну и теперь хотя бы у меня не будет проблем с латексом и древесиной. Для того, чтобы нам зачаровать наш меч на жнец, нам нужно с вами в обычном столе зачарования позачаровать несколько каменных мечей для того, чтобы вытащить зачарование жнец. Дальше нам нужно будет с вами сделать авто дезенчантер из Майн Фактори Релоуд. И уже в этой штыковине мы с вами можем вытаскивать любые зачарования с нашего меча при помощи обычной книги. Но при этом будет тратиться немного прочности на нашем инструменте. Ну а дальше дело остаётся за малым. Объединяем дважды от 4 уровня для того, чтобы получить жнец 5 уровня. И уже докладываем это зачарование на наш халитовый клинок. И по итогу всех зачарований мы с вами имеем халитовый клинок с зачарованием жнец 5, астрота 5, добыча 3, прочность 3. Ну и для того, чтобы нам с вами каждый раз не убивать визера вручную, мы с вами можем сделать вот такую вот ферму визеров. Подключаем её к электричеству, выкладываем здесь крафт визер скелета. Уходит энергия и мы с вами по итогу получаем звезду нижнего мира. А это получается, что мы с вами сделали самую настоящую ферму адских звёзд. Остаётся лишь только автоматизировать добычу песка душ. За кадром я уже выбил вот такую вот душу адского паука, которого нам нужно с вами поместить в стабилизированный спавнер. И получается, что за каждый цикл нам этот адский паук будет приносить какое-то количество назырака. Но уже в молекулярном преобразователе из 20 адского камня мы с вами сможем получать 1 песок душ. А вообще в идеале мы даже с вами можем автоматизировать процесс создания адских звёзд. То есть для этого мы с вами выкрадываем в терминале шаблонов крафт визер скелета, а в качестве получения мы с вами получаем звезду нижнего мира. Создаём шаблон, подключаем ферму визер к энергии, а на ME интерфейс ставим другой ME интерфейс. И в него уже засовываем этот самый шаблон. При помощи предметных труб мы с вами будем забирать эти самые звезды. Но также давайте сразу же сделаем ещё и шаблон создания песка душ и из адского камня. И положим его вот в этот ME интерфейс, который у нас присоединён к молекулярному преобразователю. И теперь если мы уже с вами будем заказывать, то нам скажут, что необходимо создать ещё 19 песка душ, а это получается, что нам нужен адский камень, и ещё его и не хватает 334 штуковины. Делаем два порта спаунера. Создаём автоспаунер из MindFactory Reloaded. Ставим автоспаунер, к нему присоединяем основной распределитель жидкостей. В конфигурациях указываем, что с задней стороны мы будем отдавать жидкость в автоспаунер наш, а с правой стороны мы с вами будем получать эти самые пузырьки. Ну а сверху мы будем отдавать пустые пузырьки. Сверху устанавливаем мусорку, в ME шину экспорта мы с вами указываем пузырёк опыта. К примеру, у нас с вами есть вот такой вот ротатик. Заключаем его с вами в сафари сеть, и теперь уже вот эту самую сафари сеть мы с вами засовываем в автоспаунер. У нас с вами здесь происходит простой, и сейчас по идее должна начать накапливаться работа. И у нас с вами появился вот такой вот ротатик. Убиваем его, ну и нам по идее должна была выпасть душа. Ну а также нам с него падают алмазики. А это значит, что если мы с вами сейчас выбьем душу ротатик, у неё стабилизированный спаунер, и у нас на пассиве с вами будут появляться алмазы. А вообще всю эту конструкцию мы с вами можем автоматизировать при помощи вот такого вот механизма. Кравится он вот таким вот образом, и называется это всё киллер джо. То есть при помощи питательного дистиллята эта штуковина будет работать, а в качестве оружия он будет использовать наш халитовый клинок, который зачарованный на жнец 5. Питательный дистиллят мы сюда будем поставлять из этого чана, в котором у нас при помощи черепа, скелета и сушителя и сахара. Из воды мы с вами делаем питательный дистиллят. Но несмотря на убитое количество глазиков этой штуковиной, нам ещё с вами не выпало ни одной души. Так что оставляем это на долгое время. У нас с вами осталось всего лишь три слитка платины. На самом же деле это очень плохо, потому что для создания эндеремы как раз таки требуется платина. Мы конечно же можем отправиться в шахту и накопать её, но это будет очень долго и неэффективно. И при помощи мода Майнчем мы с вами можем производить платину из золота один к одному. Для начала стекла нам с вами понадобится сделать две выпуклые линзы и одну вогнутую. Соединяем их вместе и получаем вот такую вот линзу микроскопа. Уже при помощи неё мы сделаем с вами сам микроскоп. Также объединяем книгу и стекло для того, чтобы получить журнал химика. При помощи железного блока и поршня мы с вами создаём вот такой вот атомный манипулятор. И уже из него создаём химический разложитель. В химическом разложителе мы с вами будем раскладывать адский камень на его составляющие. Которые нам с вами понадобятся для крафта вольфрамового покрытия. Также нам ещё с вами понадобятся сделать вот такую вот термоядерную стену. В её крафте уже будет использоваться свинец. Ну и соответственно в химический разложитель мы уже с вами кладём слитки свинца для того, чтобы получить его атомы. Да для того, чтобы нам с вами построить две мультиблочные структуры, нам с вами понадобится ещё сделать вот такой вот проектор. И к нему ещё два чертежа. Выставляем проектор, к примеру, сюда. Чертёжный проектор мы с вами кладём в чертёж ядерной камеры. И у нас появляется вот такая вот голограмма, по которой нам нужно с вами строить. Ну и как только мы с вами выставим все блоки на одном слое, у нас должен с вами появиться следующий. А если у нас не появляется следующий слой, то значит где-то мы с вами пропустили один блок. И всего лишь на одну такую ядерную камеру нам с вами понадобится 98 вольфрамового покрытия. Но после того, как наш проектор перестаёт шуметь, и в принципе мы можем с вами залезть в нашу химическую ядерную камеру, то значит мы с вами сделали всё правильно. Дальше мы с вами кладём сюда чертёж термоядерной камеры. И для этого нам с вами понадобится 181 блок термоядерной стены и также 241 блок вольфрамового покрытия. Ну и поскольку наш проектор перестаёт жужжать, то значит мы с вами сделали нашу химическую термоядерную камеру. Создаём ещё один атомный манипулятор. И уже на этот раз мы с вами делаем механизм химического синтеза. Но для того, чтобы эта термоядерная камера работала нормально, по всей нижней полости мы с вами растыкиваем вот эти вот толстые алюминиевые провода. И даже не думайте писать в комментариях, что можно было обойтись всего лишь одним проводом. Просто данная мультиблочная структура работает немного некорректно, а точнее она некорректно принимает энергию. И для того, чтобы её полностью запитать, нам нужно заполнить большее количество блоков, но точнее просто подключить большим количеством блоков вот такие вот провода. Но также ещё и не забываем запитать ядерную камеру, химические разложители и механизм химического синтеза. И теперь получается, что золото будет поступать в ME интерфейс, и из ME интерфейса оно будет попадать в химические разложители, где получается золотой слиток будет разлагаться на 16 аурома, то есть на 16 золота. Потом это золото будет попадать в химическую ядерную камеру, которая получается 1 атом золота делить на 2 атома итрия. Потом этот итрия у нас будет попадать в химическую термоядерную камеру. Первая половинка будет попадать в первый слот, а вторая половинка будет попадать во второй слот, где как раз таки у нас уже из двух хитров будет получаться один атом платины. Под микроскопом мы с вами изучаем слиток платины для того, чтобы добавить его в наш журнал. Дальше мы с вами журнал кладем в механизм химического синтеза для того, чтобы здесь у нас была с вами платина. И получается, платины, которые у нас появились в термоядерной камере, будут поступать в механизм химического синтеза, и уже из этих 16 атомов платины мы с вами будем получать целый слиток платины. Ну и при помощи труб это мы всё с вами автоматизируем. Ну и в принципе получается вот такая простая схема по производству платины и золота. Один к одному. И вот по идее сейчас время идёт ближе к полуночи. Сигел деления засеял. Мы с вами ставим сюда, к примеру, курицу. Убиваем её. И ничего не происходит. А всё так получилось, потому что нужно убивать любого моба на расстоянии не больше одного блока от стола зачарований. И по идее наш сигел деления активирован. Это я с собой заберу, пожалуй. Вы наверное хотите узнать, зачем мы это сделали? Сейчас всё узнаете, подождите. При помощи кристально-матричного слитка и двойного жатого верстака создаём ужасающий верстак. На самом деле это тот самый верстак, в котором происходят крафты 9 на 9. Заходим в обычный верстак, берём сигел деления, берём золотые самородки и кладём вверх, а снизу кладём алмазики. Для того, чтобы мы с вами сделали полустабильный самородок. Теперь получается из этих полустабильных самородков мы с вами делаем нестабильный слиток. Если я правильно понимаю, то этот слиток не будет отрываться, несмотря на то, что он называется нестабильный, но его вот описание говорит, что он стабильный. Такие вот дела. Кладём сюда сердечко и по идее вот здесь вот везде выкладываем эти самые слитки. Для того, чтобы мы с вами смогли получить вот такое вот ангельское колечко. Шо кольцо не летает? Всё оказалось куда намного проще. Оказывается, что кольцу достаточно просто лежать в инвентаре И теперь, если мы два раза с вами нажмем пробел То мы будем летать, как в креативе Прикиньте, вот это да В молекулярном преобразователе заряжаем обычный триконевый блок в заряженный Процесс, конечно же, долгий, но все-таки от этого стоит Создаем коллектор края Ну и теперь, наконец-таки, мы с вами сможем создать телепортационный магнит И теперь при помощи этой штыкоины мы с вами сможем собирать предметы в радиусе 8 блоков То есть, если сейчас те часы лежат вот там вот, мы с вами активируем магнит То они к нам притягиваются, и это же классно То есть, мы с вами, к примеру, можем просто бегать в шахте и собирать абсолютно все руды Которые мы с вами не собирали бы до этого Ну а на этом я буду заканчивать Всем большое спасибо за просмотр Не забывайте про мотивацию Ставьте лайки, пишите комментарии И, конечно же, подписывайтесь на канал Ну а с вами был, как всегда, Бучик Всем удачи и до новых встреч